Обсудим самую частую причину пересадки печени. То, о чём я буду говорить, это главная причина пересадок печени в США. И вторая по значимости причина пересадок печени во всём мире. И эта причина — ацетаминофен, известный нам как талинол. В Европе он известен под названием парацетамол. Проблема вот в чём. Действующее вещество парацетамола, ацетаминофен, входит в состав многих безрецептурных лекарств. Алкозельцер плюс, бенадрил, эксидрин, перкосет, пробитусин, судофет, террафлю, викс, найквил, дейквил и викодин. А многие из этих лекарств выпускаются в таблетках весом 1 грамм. Проблема в том, что всего 4 грамма в день — это уже передозировка. Ни в коем случае нельзя принимать более 3 граммов в сутки. Потому что это вещество так токсично, что буквально уничтожает клетки печени, и это разрушение необратимо. Что ещё хуже, если у вас жирная печень, или цирроз, или гепатит, или если вы алкоголик, или заядлый курильщик, или если вы сидите на антидепрессантах, или на антибиотиках, или если вы потребляете много аспартама в составе газировок, всё это ослабляет печень до такой степени, что эти 3 грамма в сутки уже крайне токсичны, если вообще не смертельны. Происходит вот что. Печень вырабатывает 2 фермента, назначение которых — разрушать это вещество и превращать его в нечто безвредное. Когда вы слишком сильно перегружаете эти 2 фермента этим препаратом, его концентрация повышается. Тут в дело вступает 3 фермент, чтобы с ним справиться. И тогда начинает истощаться глутатион, очень важный антиоксидант, защищающий печень. Затем начинается некроз гепатоцитов, то есть клеток печени. Термин «некроз» означает «отмирание ткани». Ваши гепатоциты, клетки печени, по сути умирают. Приведу пример, чтобы описать, как легко достичь передозировки. Скажем, вы принимаете «Найквил» и «Алкозельцер Плюс», по 2 таблетки каждого из них дважды в день. Это не выглядит настолько ужасно, правда? Но такое количество содержит 4450 мг ацетаминофена, а это уже токсичная доза. По сути, принимая лишь 2 этих лекарства по 2 дозы дважды в день, вы буквально приближаете отказ печени. Что же делать, если вы случайно приняли такое количество? Первое. Активированный уголь, не позже, чем через час. Это поможет снизить отравление. Второе. Эноцетилцистеин. Это натуральное средство, очень мощный антиоксидант для печени. Далее. Расторопша. Это очень мощное и эффективное травяное средство, тоже помогающее защитить клетки печени. И третий вариант — это пересадка печени. Беда в том, что очередь на эту операцию очень большая, и кто знает, дойдет ли очередь до вас. Так что важнее всего просто обладать этим знанием, чтобы избежать случайной передозировки. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok